Друзья, всем привет! Примерно две недели назад я выпускал видеоролик, в котором рассказывал про интересные фишки в HyperOS. И тогда я сказал, что это будет первая часть. И вот сегодня, наконец, доходят руки до второй части интересных фишек в HyperOS Global. И потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У нас в сегодняшнем видеоролике будут мелькать два основных аппарата. Это Poco F6 и Xiaomi 14. Почему именно эти аппараты? Потому что именно на их примере и можно понять всю природу новых фишек. И в принципе ощутить и попробовать все то, что разработчики показывали на презентации еще как бы в начале этого года. И вот только сейчас как бы все это добро начинает появляться в глобальной прошивке. Но давайте начнем с самого первого интересного. То, что может заинтересовать заядлых геймеров. Это может быть любая игра. Не только там Subway Surf, который я вам сейчас показываю. Там это и Genshin может быть, и Babaji, и там Asphalt какой-нибудь, ну и тому подобное. И тут у нас фишка проявляется в том, что добавляется такая тема под названием как Wild Boost. Это крутое ускорение игр, которое позволяет выжимать из вашего аппарата все соки, скажем так. И оно будет находиться, конечно же, в Game Turbo. И вот соответствующая у нас есть здесь такая вот графа Wild Boost. Мы на него нажимаем. И после чего мы с вами попадаем в окно, в котором либо сбалансированный режим мы можем с вами наблюдать. Либо же сам Wild Boost. Вот мы можем его так нажать. И вуаля, у нас типа красненьким все это становится. У вас сразу возникает вопрос. Ну я как бы могу вытянуть безопасность, могу ее себе поставить, и вот у меня появится Wild Boost. Но как бы это не так. Разработчики это предусмотрели. И Wild Boost доступен пока что только на новых Poco, которые вышли в этом году. Соответственно, это Poco F6 и Poco F6 Pro. И также эта штука не будет доступна на смартфонах, ну скажем так, Xiaomi и Redmi. То есть все то, что не Poco, на них Wild Boost не будет проявляться. Как бы да, такая фишка, да она немножечко локальная, но она есть, и об этом также стоит упоминать. Вторая же фишка, которая нас с вами заинтересует, это конечно же взаимосвязанность. Тема, которая, ну наверное, позадолбала уже всех, но она в принципе существует. И вот я стал замечать, что у многих уже начала исправляться работоспособность данной фишки. То есть она вам позволяет подключать между собой планшет, смартфон, тот же Mi Band 8, Mi Band 8 Pro и тому подобное. То есть некая такая экосистема на минималках. Да, удобно, да, практично. Мне лично понравилось, и как бы там можно этим пользоваться без всяких проблем. Но важно понимать, что работает оно, конечно же, с актуальными смартфонами Xiaomi. Всякими там модулями, там, не знаю, обновлениями стоковых приложений, не добиться появления взаимосвязанности. А если у вас это и получится, то работать полноценно оно, конечно же, не будет. И еще чего тут не хватает, это HyperMind, именно на Poco F6. На Xiaomi 14 есть такая тема. HyperMind это, ну грубо говоря, такой искусственный интеллект, который анализирует то, как вы пользуетесь устройствами умного дома. И когда, допустим, вы приходите обратно домой, оно может активировать там ту же лампу, ту же там какую-нибудь светодиодную лампу, ночник, ну и тому подобное. Мы с вами переходим далее. Следующие фишки касаются у нас батареи. Но важно понимать, что не все они сразу могут быть доступны у вас после обновления до HyperOS. И вам дополнительно нужно будет качать, допустим, ту же безопасность, чтобы это все дело активировать. Кстати говоря, самые актуальные и последние обновления стоковых приложений, таких как системная оболочка, вот допустим, как безопасность, Poco Launcher и тому подобное, вы сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылкам в описании под этим видео. Что нас с вами может заинтересовать, к примеру, на Poco F6? Допустим, мы с вами нажимаем текущий режим и с вами наблюдаем режим Ultimate. Ну, вас может заинтересовать как бы это название, но не думайте, что ваше устройство там как-то будет взлетать, оно там будет на все деньги условно работать, ну и тому подобное. То есть, это просто переименованный режим высокая производительность. Ничего такого ультимативного тут мы с вами, конечно же, наблюдать не сможем. Следующий раздел, который появляется, это параметры зарядки. То есть, грубо говоря, это тот раздел, который позволял нам активировать 90-ваттную зарядку, а его просто взяли, перевели в 1 и добавили нам пониженное напряжение, ну, то, как мы с вами можем устройство заряжать, а также максимальную скорость. Да, удобно, да, практично и без всяких там дополнительных разделов, которые нас с вами могут вводить в замешательство. Следующий раздел, защита батареи, также стоит его использовать, в частности, активировать оптимизированную зарядку. Ну, а если вы обновляете приложение безопасность, то у вас еще появляется и ограниченная зарядка. То есть, только до 80% устройство будет заряжаться. Но в дополнительных функциях, к сожалению, ничего не добавляется в глобальной прошивке, но есть надежда, что в будущем все-таки тут что-то новое появится. Мы с вами идем далее. Следующее, что нас с вами заинтересует, это, конечно же, галерея. Я в прошлом ролике рассказывал про фишки искусственного интеллекта. Там и AI портреты, и умная вырезка, и умный ластик, и умное добавление фона и так далее. Но вот многие сталкиваются с такой проблемой, как невозможность выделения объектов на фотографии. Но я не знаю, в чем там может быть проблема, я вам демонстрирую на примере своего устройства. Вот, допустим, скачали самую рандомную фотографию, дальше нам необходимо выделить людей. Мы зажимаем на вот человечков, и после чего устройство нам выделяет фон этих всех людей, и после чего мы можем делать следующее. Либо скопировать то, что мы с вами выделили, либо мы можем с вами сохранить или нажать на три точки, где, допустим, можем сразу отправить или же выбрать изменить фон. Да, у нас подтягиваются сразу тут всякие там плагины, пресеты и настройки и тому подобное, и тут вы можете гибко играться. Но, опять же, важно понимать, что выделение объектов также работает не везде. Если мы берем, допустим, какой-нибудь там бюджетный или среднебюджетный сегмент, то там, скорее всего, данная тема работать не будет. А ее можно будет только найти в аппаратах, которые стоят, ну, где-то, наверное, 300-350 долларов и выше. Конечно же, не могу обойти стороной и появления в HyperOS такой опции, как обновленные виджеты. Да, кстати говоря, думал, что на примере покафонов это не добавят, но вот когда я, помню, купил пока F5 или же на F6 сразу это стало доступно, то виджеты у меня проявились. Да, кстати, если вы наблюдаете такую же картину, как и я сейчас, что у вас виджеты не проявляются, вам необходимо просто скачать VPN. Потому как какие-то проблемы у Xiaomi опять начались с серверами и без VPN тут не обойтись. И вот с помощью VPN мы это все активировали, конечно же, и новые виджеты, ну, или же обновленные виджеты, конечно, у нас присутствуют. Да, их установка позволяет несколько улучшить вашу систему. Это все работает без дополнительных танцев с бубном, ну, кроме VPN, конечно. Ну, а так, в целом, я очень рад, что разработчики перенесли еще одну фишку из китайской прошивки, которая, ну, напрочь, очень так выделялась. Ну, наверное, еще где-то года два назад, ну, или где-то еще года полтора назад. А сейчас их шансы, ну, практически уравняли. Если мы не берем во внимание, конечно же, оптимизацию. И последняя фишка у нас с вами на сегодня, да и в принципе по всем этим фишкам HyperOS, это добавление новых таких параметров, которые называются как активное визуальное восприятие. То есть устройство будет за вами следить, когда вы обращаете внимание на смартфон, и оно может как заблокировать устройство, так и наоборот разблокировать. То есть это так называемое обнаружение присутствия. Ну, а если вам еще и этого мало, то нам разработчики в новых аппаратах, ну и скорее всего в будущих новинках, добавят бесконтактные жесты. Да, пока что данная тема доступна только для Poco F6, для F6 Pro, если я не ошибаюсь. Но надеюсь, что в будущем они как бы расширят такой, скажем, автопарк на смартфонов, которые получат данную фишку. Да, конечно, работают еще эти жесты немножко кривовато, но я надеюсь, что в будущих обновлениях это все дело поправят. И подведя итог всему тому, что я рассказывал, что в первой части, что во второй части, могу вам сказать следующее. Что по сравнению с той же MIUI HyperOS выглядит, ну, куда повеселее в плане добавления новых фишек. Тут еще на подходе нас с вами ожидает HyperOS 2.0, которая будет примерно где-то осенью. И там разработчики тоже обещают, что добавят очень много интересных фишек. Если вы на сегодняшний день задаетесь вопросом, стоит вам обновляться на новые прошивки или нет, то мой ответ однозначно да. У меня за все время пользования HyperOS не возникло там какого-то желания и ощущения откатываться обратно на MIUI 14, допустим. И я пользуюсь по сегодняшний день, конечно же, HyperOS. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.